Все, что происходит с вами... Когда я говорю «все, что происходит», происходит только одно — это ощущение. Ничего другого с вами никогда не происходило. Все остальное вы просто создали в своем уме, да? Все, что вы воспринимали как опыт, на самом деле — это ощущение. Холода, жары, приятного, неприятного, удовольствия, боли и всего остального. Единственное, что с вами происходило — это ощущения. Чтобы эти ощущения или основа всего нашего опыта стали глубокой возможностью, вы должны прислушаться к раге, мелодии, заданной существованием. Это не наше творение. Она не в нашей власти. Она играет. Разве не здорово, что не нужно беспокоиться о мелодии? Каждый музыкант больше всего переживает из-за мелодий. Он всегда сбивается. Чтобы не сбиться с мелодией, нужны годы и годы практики. Но здесь мелодия уже задана. Нам не нужно беспокоиться. Мелодия идеальна. У вас есть восприятие. Нужно только найти ритм. Если вы найдете ритм, то каждый опыт станет глубоким переживанием. Если вы не найдете ритм, каждый опыт может стать ничтожным переживанием. Я говорю так, потому что завтра вы пойдете на кайлаш. А сегодня вы были на Монасаруаре. Каждый опыт может стать ничтожным или глубоким переживанием, в зависимости от того, нашли вы ритм или нет. Что касается остальных двух — одна настроена полностью. Ничего не нужно делать. Второе — доступно. Вам нужно делать только третье — бхарада. Вся индийская культура была сконцентрирована на этом. Их считали сумасшедшими, потому что они проводили так много времени с закрытыми глазами. Люди считали их глупцами. Почему они не наслаждаются миром? Чтобы наслаждаться миром, у вас должна быть глубина ощущений. Не так ли? Иначе как вы сможете наслаждаться миром? Все будет поверхностным. Если вы сядете здесь, и луч солнца проникнет в саму суть того, кем вы являетесь, это станет очень глубоким переживанием. При нормальной температуре этого не произойдет. Поэтому мы окунули вас в воду. Пробирает глубже, чем обычный душ, да? Потому что все, что мы можем сделать как люди — это использовать свою способность ощущать и позволить ей проникнуть в самую суть того, кем мы являемся. Это все, что мы можем сделать. Это может произойти от касания, от солнечного света, от воды, от еды и питья. Это может просто произойти, без чего-то конкретного, потому что ни один миг не проходит без ощущений. Ощущения есть и во сне, и во время бодрствования. Вопрос лишь в том, доступны ли вы. Только в этом. Поэтому, когда мы говорим, что Шива — танцор, это значит, что он нашел свой ритм. Он нашел свой ритм. И поэтому стал самым проникновенным существом из всех, что можно себе представить. Найти ритм — нет. Это не то. Вы знаете это по собственному опыту. Когда вы нашли ритм в шаге, тогда внезапно идти — это такая радость, что даже если все болит, это не имеет значения. Если вы не смогли найти ритм, все происходит так неуклюже, мучительно, напрасно, что вы думаете, зачем я вообще пришел. Так бывает. Как только вы находите ритм, все, что вы делаете, начиная с обычного шага и заканчивая всем остальным, внезапно обретает другое измерение. Вот почему Шива всегда изображен как танцор. Это значит, что он нашел свой ритм. Поэтому все, что вам нужно сделать в своей жизни — найти этот ритм. Мелодия уже задана. С этим ничего нельзя сделать. Это сочувствие мироздания. Если бы нам пришлось задавать мелодию для всего. Какое это было бы мучение. К счастью, об этом уже позаботились. Осталось только найти ритм. Все просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok